Всем привет! Как у вас дела? 11 серия, ребят, извините за то, что в прошлую мою задницу разорвало на несколько частей, а именно на 173, и я лютовал дико, потому что я не понимаю, как кисточка должна становиться в пространстве, если всё пространство, и начать рисовать. Вот она ведёт кисточку, вот кисточка, и чтобы нарисовать плод, она о какую-то невидимую стену начинает соприкасаться. Я просто делаю. Извините. 11 серия, всё, там пошёл сюжет, пошёл сюжет, и всё хорошо у нас, всё хорошо. Звезда Трибы Ого! Это урановая руда. Ты прикинь, вот на Меридиане есть ядерная энергетика. Не, это типа на них тоже наложили санкции, они ищут нефть. Так, стоп, Меридиан, это же омаж на нашу страну. В нашей стране есть нефть. Ну да, теперь девать её никуда. Скоро будут у нас конфеты из нефти. Хочу в этот ресторан. Спасибо, что помог нам, Калеб. Эй, друг или не друг? Какой он странный. Посмотри, у него очень большой, очень, у него корён, ему не дорисовали чуть-чуть. Не, не, на самом деле, в мультиках очень часто мужчины рисуют каким-то треугольником, блин, перевёрнутым, да. Ну что это такое? Очень широкие плечи и очень... Вы знаете кто? Этот, кронг. Вот это вообще трэш, да, как его рисовали? Не, ну там стилистика, а здесь заказ... Ну всё равно, кронг, а вот такая вот щена плечи. Так, во-первых, ты неправильно говоришь, не кронг. Кронг! Вот, да, ты же Изма. Кто мне за это платит? Кажется, этот заказ придётся повторить. Мне, пожалуйста... Я думал, это Ирма. Реально, на секунду, ну волосы такие же у неё, нет? Я думал, нифига себе, постарела, потаскалась Ирма, конечно, по жизни. Вот! Раскончились цыплята. Что это за запах? Спорим, кто это? Бланк? Пёрнул в канализацию, в этот, в вентиляцию. Ну, бланк, ну блин, ну бланк, что с него взять? Всё, и начало по всей площади магазина, ресторан. Это очень смешно. Я не знаю, смотри. Что-то умерло. Нет, воняет, будто то, что умерло, ужило, свалилось в могиле для сыра и сдохло снова. Итак? Узнаю запашок. Это грязь? Это мерзость? Это бланк. У бланка, мой домик, приколись. Да уж, ты приколист. Запах чудовищный. Спасибо, бланк стараться. Очень прикольная тема, что они очень толерантно относятся к бланку. Он воняет, как чёрт. Он доставляет много на неудобств, но они всё равно его принимают, терпят и понимают, что он не изменится. Ну, он важный для них персонаж, потому что он же ищет порталы. Возможно, это не толерантность, а просто выгода. Блин, точняк. Но он нужен им. У нас были в жизни такие люди. Которые были нам выгодны. Ну, воняли как без. Блин, я только похвалил сериал за то, что они его принимают. Да, они его сейчас будут мыть. Блин, это реально дискофорт доставляет. Прикинь, сколько проблем бланка доставляет. Вот я думаю, что, ты знаешь, это как ругаться в общественном, орать, кричать, включать музыку громко. И вонять, мне кажется, это страшнее. Вонять это хуже. Вот, слушай, это терпимо, когда ты едешь в метро, и кто-то там слушает музыку. Хотя это вообще зашквар, ну окей. А если кто-то воняет, невозможно. Это прям вторгается, не просто в твое пространство. Я постоянно выхожу из-за этого и захожу на следующий вагон. Ну, типа, если вонь нереальная. Особенно, я не знаю почему, но воняет от бабушек. Нет, я и про бунжей. Да? Да. Ну, я вот просто замечаю, бабушки очень сильные. То есть, они иногда... Да, ничего плохого в этом нет. Они возьмут, обделываются в вагоне и сидят вот так вот, как будто ничего не случилось. Они ничего не сделают. Блинненькие. Там галим сокровища. Мясные бусы. Мясные бусы. Эй, не забудьте, тренировка сегодня в 5... Мне очень нравится, как Бланк называет разные предметы из земли. Типа, земные бусы, писалка для языка. Вообще, смотри, мне что ещё прикалывает, сценаристы или 100% стендапили, или позвали какого-то комика. Потому что структура шутки всегда идёт на... Неожиданность. Ну, не диаметриально противоположные. То есть, сами по себе шутки, ты слышишь, как они шутят друг с другом? Это прям реально стендап. Слушай, в основном, когда пишут сценарии, там есть же какой-то эксперт в юморе, какой-нибудь редактор. Я вот тоже думаю, то ли авторы прям такие шутные, весёлые, забавные ребята. Ну, или как-то типа консультант. Перед этим мне нужна ваша помощь. Нам нужны консультанты на этот канал. Консультировать наши шутки. Да. Да. Маска и макияжем и чувством стиля? И я уж думала, ты не попросишь. Бланк поселился в мусорном баке и провонял на всю округу. А к маме с папой собрался санинспектор. Бланк надо обязательно вымыть. А он хочет мыться? Вроде нет. Ну вот, тоже странная идея. Один раз ты его помоешь, ну ладно, он не будет вонять, может быть, не отри. Ну, типа здесь санинспекция на носу, поэтому к этому времени точно нужно избавиться от его запаха. Поэтому... Ну, я просто думаю, что это решение последствия, не причина. Ну, можно просто сделать, развить у него привычку это делать. Вот как ты его, вот какая выгода ему? Вот ему нравится, ты понимаешь, у него настолько сожжены рецепторы все в носу, что ему кажется, что это просто потрясающий запах. А знаешь, нет, это как с, не знаю там, с дорогими винами, с едой, с музыкой, с цветами. Чем больше у тебя опыта, чем меньше у тебя ярких пиковых значений, тем лучше ты начинаешь нотки чувствовать. А вот вонь, это прям яркий запах. И Бланк, он как ребёнок, он не понимает вот этих нюансов, ему может запах даже... Вонь не нравится, ему нравится, что она яркая, что она цветная. Ну, просто вот ты замечала, почему детям включают прям супер вырвиглазные штуки? Потому что они просто пока ещё не понимают, что вот это... Вот ярко, круто, всё. Ну, в любом случае, Бланк не у себя на меридиане, он на земле, и он должен жить по правилам земли. Но он ребёнок. А здесь принято мыться. Ну, пусть они его моют, как ребёнка, с уточками вот это вот. Я думаю, что в целом он не будет в воне, он будет в воне до тех пор, пока морально не повзрослеет. Хорошо. Отмоем перед тренировкой. Разве у нас нет настоящих проблем? Например, эти туфли. Настолько ретро, что носить неприлично. Так нет, приходится драить грязнулю жабёныша. Она классная. Я серьёзно, мне всё больше и больше Корнелия нравится. Она прям прикольная. Не ты. Ты Рубина. У тебя свои приколы. У Корнелии свои, если всё, пожалуйста. Ну, просто реально, я понимаю, что ты хочешь быть похожа на Корнелию. Ну, посмотри, как она богато живёт. Богато одевается. Отвали. Всё, ты Корнелия. Волючий бланк. Всё, ты Корнелия, всё хорошо. Ну, трогай меня. Звезда Трибы. Вы уверены? Семь лучей, как гласит летопись Меридиана. Тысячи лет поисков. Звезда вернёт мне мою сестру. Так, может, он по ней соскучился. Нет, мы уже выяснили, что он хочет её убить. Я сейчас представляю. Склейка. Программа «Жди меня». Фобос на программе. И такой, вы искали... С фоткой. Да. Свою сестру. И вот она, она в студии. И вот такой... Верните силу. Офу, вонища. Воняется. Воняется. Вернитесь в бланк. Окунуть в бланк. Присыпаем девочки. Сейчас отмоем. Сейчас отмоем. Они просто в него тыкают, блин. Ну да. Блин, как в тюрьме. Они могли превратиться, и Ирма помыла бы его. Ну ты что, во дворе? Не забывай про конфиденциалист. Ой. Это что, гидрокостюм? Мешок для бусора. Он поехал к реке. Нам его не догнать. В таком обличье, конечно, нет. Серьезно? Я уже знаю, как они мыслят. Ладно, сила дана нам для борьбы со злом. Но по мне, этот запашок зло в чистом, то есть грязном виде. Мы едины! Мне каждый раз неловко. Не, ну реально, мне каждый раз неловко, когда они превращаются. Сначала они открытые, а потом они такие, ой, не смотри. И я такой, блин, прости, пожалуйста. Все это время я смотрел. Я понимаю, что не на что, но все равно, извини. Мы едины! Вода! Ногой! Вперед! В воздух! Как будто перерисовали превращение, нет? Да. Ну такое ощущение, что они стали ярче. Эффектнее. Возможно. Возможно, да. Возможно, ребят. Я точно, ну как будто стало поприкольней. Мы опять забыли включить версию, где заставка. Простите, в следующий раз будет заставка. Я уже... Нас просто очень просили, чтобы мы не перематывали. Я думал, мы забыли поставить на запись. А мы не перематываем. Мы не перематываем. Ее просто здесь нет. Мы смотрим в качестве. Что? Смотри, какая классная деталь. Ты заметила, когда мать вела ребенка? Это же просто левый персонаж. И вот кто-то сидел и рисовал, он прям этого ребенка рисовал. Он повернулся, она его потянула. Ты понимаешь, как круто? То есть это мелкая деталь. Да, я даже не заметила. Да, но просто... Его можно было, потому что они просто идут. Да. Ну, это круто. Это мило. Блин, это знаешь, как у таксистов эта елочка, которая воняет тоже. Я... Да, у таксистов елочка воняет. Кстати, да, я просто отвлекся, потому что мы теперь знаем, кто сестра Фобоса. Так мы и так знали. Ну, теперь точно нам сериал показывает, кто это. Ну, давай посмотрим. Насчет елочек. Ну, елочки у таксистов висят, воняют. Вот, кстати, подождите, пожалуйста, вот вы едете, и висит эта елка. У кого прям реально вкусно пахнет? У кого-то. Блевотный вкус. Я не знаю. Меня укачивает только из-за запаха. Да, ты сидишь, вот если... А, я не понимаю, вот этому мужику ему вкусно, понимаешь? Он как бланк. Блин, он уже в этой машине спит, живет, блин, ест. Ну, он все, пренюхался. Я думаю, что... Да, и пытается елочка это исправить. Слушай, это получается, ну, как криптон. Криптонит влияет на сестру. Ладно, хорошо. Криптонит? Криптонит. Ну, он тоже влияет на сестру, если долго слушать его. На какую? Короче, я задаюсь вопросом, а как вот этот кристалл влияет только на его сестру? Он тоже генетической, я не знаю, наследственностью обладает. Может, ему можно как-то заговорить, типа, влияй на мою сестру. Это как с этими, с птицами, которые летят над этническими русскими. Ну, ты их не понял? А, типа, в лабораториях, что там птицы заражают, и сюда... Это выглядит точно так же. Какой кринж. Блазка-блазка. Да, что-то как-то картинка реально яркая стала, или мне кажется? Да, как будто то ли яркость выкрутили на максимум, то ли еще что-то. Мне, кстати, такое не нравится, когда прям супер ярко. Какой-то... Найдем другую. Естественно. Другой найдем. За ставкой. Конечно. Хайлин тебя высушит. Зачем тратить сиру? Бросим его в реку, да и все. Мокро. Ага, доплывет до берега, там его и отмоем. Что у него в желудке? Я просто задаюсь вопросом, там должна быть настолько очень мощная кислота. Иначе тогда он разорвет себе сфиктор. Потому что, смотри, что он... Что он все ест? Да, он все ест. Как дефекация проходит? То есть там или все переваривается прям жестко, то есть там кислота очень мощная. Наверное. Как у каких-то животных. У крокодилов ты, наверное, имела в виду. Но... Завтрак на воду. О, нет! Ну вот, сестра Фобоса наконец нашлась. А значит, ее возвращение в Меридиан вопрос времени. Ну, они усложняют. Вот этот змей. У него взгляд чувачка, который по детям шарит. И он мог просто взять ее и стащить. Да, он же видит, что она забрала. Просто чем-то ее отпустил-то хоть. Сразу хоп. Но я думаю, что он просто как очень, я не знаю, продуманный, успешный. Да, блин, все, что они продумывают, не получается. Они просто тупят. Я объясню. Смотри, он уже понимает. Наверное, уже ловили на всех эти приколах. Эти слова нельзя на ютубе говорить. Но вы понимаете род его деятельности. Он такой. Меня могут заметить, что я украл девочку. Да ты че, нет. Он не такой. Он чисто по фобосу. Что ж, можем спикировать и намылить ему шею. О, у нас гости. Прячемся. Надо завести сачок побольше. Вот это да. Мы по уши в грязи, а грязь сейчас не в моде. Предлагаю не дарить любителю бабочек крупнейший трофей в его жизни. Ну, это прям, они прям конкретно палятся. Да не, это же дед, он слепой наверняка. Ну и что? Почему вообще бабочек ловит садист? Красивые. Ну, зачем их ловить? Пусть сможет. Я тоже это не понимаю. Я приходил на выставки всякие. Помнишь? Я не помню, с тобой мы ходили или нет. И это прям реально жуткое зрелище. Бабочки распятые, да, на этом. И сидишь, смотришь, такой красиво. А бабочки, это сколько они могут мертвыми так сохраниться? Ну, там же у них что там, хитиновые крылышки, что-то. Они бесконечно так могут двигаться. Если там нету кислорода, нету ветра, то они все нормально. Они высыхают, их тельце высыхает, все. А крылышки цвет вот так могут по несколько лет хранить. Ничего себе, я думала, нет. Предлагаю забыть про Бланка. Извини, Хайлин. Нужны респираторы. Трансформируемся! Что она делает? Ты бы проверила батарейки в сердце Кондракара. Мы не изменились. Ладно. Летим отсюда, пока он нас не засек. Готовы? Ирма, расчистишь путь на берег, а? Ничего не получается. Вил, мы утратили нашу силу. Как это работает? За камни этой звезды, мне кажется. Как? Подожди, сейчас. Я подожди. Стой. Это какой-то слишком крутой камень. Это слишком крутой камень, который влияет на сестру. И плюс еще... Нет, он просто нашел сестру. Он своей силой, видимо, призывает таких логических существ. Хорошо, привлекает. Хорошо, он ее привлек. А главное его предназначение лишать сил. Да, наверное, когда он в нужных руках, он может действовать. Это из меридиан? Блин, там и так темно было. Там один день всего лишь было светло. Ты заметила? Это первый день. До этого было светло только на картине. Нет, сейчас не было светло, сейчас было, знаешь, тоже темно. Сейчас станет еще темнее. Скажи, скажи мне, что звезда Трибы нашла девчонку. А, она взяла звезду и повесила себе на шею. Скоро вся сила меридиана будет моей. Правда, ну я не могу смотреть на Седрика, который просто ее отпустил. Да, да, типа нахрен ты не сделал. Или у Седрика реально, хотя и Фобус тоже это знает. Нет, просто это такой сценарий, типа злодеи почему-то тупят. Чисто. Девчонки, туда. Обойдем универсал и вдоль железной дороги до Серебряного дракона. Ну, ты понимаешь, они прошли через город, они показывают, что они окольными путями бегут и все такое. Вот давай обычные... Ну, в этом ничего такого нет. Все подумают, что это костюм. Не понимаю, почему они парятся. Я тоже, ну, типа нам показывают, что они шкерятся где-то, тарятся. Ну, ты вот просто пройди вот по нашему району незамеченным в таком. Нереально. Как в целом вообще можно из болота, ну, с тех болот дойти? Я будто попала в фильм про гангстеров. Смотрите, курорт для планка. Представляете, залезть в эту помойку. Фух, микробы так и кишат. У нее губы накрашены. У единственной. У кого? Как ее зовут? Тарани? Тарани, да? Ну, огонь. Огонь, да. Да, я не заметила. Но она темненькая, ей пошло бы. У нее очень ярко, красиво накрашенные губы. Легко посмотреть, включай. Стойте, сестры Грампер. Видела, какие платья на витрине де Лизы? Ага, такое наденет только Корнелли. Эй, ух. Ага, она такая. Напялит на себя платье. И смотрите на меня, смотрите на меня. Так и светится самодовольством. Наверное, потому что сама сумела застегнуть все пуговицы. Вот крыша. Но сейчас на контрастах реально они взрослые в своей феичной форме. Да, в самом прощении. Очень-очень зрелые. Меня еще так никогда не оскорбляли. Ну, влипли. Сейчас, минутку. Девочки, я же просила не ходить в форме стражниц. О, какой запах. Миссис Лин, мы не можем превратиться. Девочки, быстро в дом. Я раз десять пыталась, и ничего. И ни у кого из нас не осталось силы. Спасибо за чай, мисс Лин. Даже крылья согрели. Шшш, он знает только про куриные крылья. Вы можете помочь? Бабка огонь. Кстати, а какой силой обладала бабка? Два подумаю. Я думаю, что она как раз была... Остуф, наверное, тоже. Я думаю, что она как раз была владельцем Кондракара. А, да. Да. Может, у вас есть, типа, заклинание или крем какой-нибудь? Хм, вы лишились силы, и нам известно, что Фобос кого-то ищет. Есть легенда о потерянном камне. Опять легенда, блин. Давно, когда Меридиан был еще мирным и счастливым местом, наследница престола, юная Вейера, как-то ушла гулять и потерялась. Родители Вейеры в отчаянии обратились за помощью к Оракулу. С помощью сердца Кондракара Оракул создала камень-искатель в форме семиконечной звезды. Оракул молодая, ты видела? Помнишь, они встречались с ней раньше? Ну, например, вообще старая была. Я не помню Оракул. Когда они спускались с Калебом. Слушай, ты лучше меня помнишь. Да, 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 я вспомнила. Это ж сколько лет назад было. Эта звезда Трибы приведет к вам одного потерявшегося. При этом она сделает беспомощной любую волшебную силу, способную помешать его возвращению домой. Но волшебную звезду нельзя уничтожить, и однажды она может послужить врагам. Прикольная штука. Звезда нашла Вейру и привела ее невредимой к семье. Так, звезда немножечко поменяла. Сейчас, мне просто очень плохо сегодня с головой. Я не могу сформулировать свои предложения. Что происходит? Давай, давай, попробуй. Еще раз. Звезда поменяла алгоритм работы. Раньше она подлетала. Раньше сама звезда находила человека, которого должна защищать, и его защищала. Сейчас звезда вызывает какие-то... Нет, звезда появилась, и девочка сама пошла к звезде. Так же и тут. Звезда появилась, и сестра Фобоса сама пошла к звезде. Нет, нет, смотри. Оракул дала звезду, правильно? Дала родителям. Но они его так кинули где-то в дну, типа, иди ищи. Да я не знаю. Не, ну просто я не к тому же докапываюсь, а мне просто интересно, как это работает. То есть звезда должна тебя найти сама, она подлетает к тебе? Иногда ты ее находишь, иногда она... Может, Фобос ее просто перепрограммировал, кто его знает. Отец девочки бросил звезду в жерло вулкана Трип, надеясь уничтожить ее. И оракул такой. Я... Я это делаю. Я... Реально, можно же просто сохранить где-то в тайне, в тайном месте. Да нет. А что... Ну, если бы он уничтожил, лишь бы зло не добралось. Так зла нету, это же хорошее вообще, там меридиан, там все здорово. Не, а кто на нее нападал, на эту маленькую девочку? Птицы какие-то злые. Олзвезду, это объясняет потерю вашей силы. Ведь стражницы пытаются помешать ему вернуть сестру. И надолго мы обессилили? Может быть, на час. Ну, это не страшно. Это еще ничего. А может, навсегда. Навсегда? Навсегда? Это ведь очень долго. Хуже того. Подозреваю, что с помощью звезды Фобос мог уже обнаружить ту, кого ищет. Опа. И все резко в зеркало повернулись. Они сломали четвертую стену, вы понимаете? Они посмотрели в зеркало, и мы посмотрели в зеркало. И глазами соприкоснулись. Да, да. Что, пришли за помощью? Очень умно и дальновидно. Пожалуй, будь ты умным и дальновидным. Эй, голубки, хватит вам. Нам срочно нужна помощь. Однажды я уже бывал на шахтах Трибы. Помню, я тогда еще спас прелестную дочь местного вождя. Нас окружили трехглавые триферакамусы. Короче. Ну да. Как она ля смешная. В общем, лурдены старательно раскапывали вулкан. Я думал, Фобосу нужен трибет. Это топливо. Но я слышал легенду. Все напрасно. Пока звезда не сменит хозяина. Ну, замечательно. Кто пригласит на свидание юную моль? А как поменять хозяина? Просто приказать ей. Теперь я твой хозяин. А другой приходит и говорит, нет, теперь я твой хозяин. Вау. Это сложно. Это сложно. Ну, может, там какое-то заклятие, трупыр, оракул, как-то подсказал. Мой господин, рабы-проводники нашли новый портал. Он в толще земли, в земном пригороде. Чего? У них появился прожектор. У них появился... Как ты работаешь? Не магия. Ну, видимо, с земли тащат. Заработал в своей лавке книжной. Купил прожектор, купил-поставил. Они сначала крутят планы, как раздобыть порталы, а потом смотрят фильмы. С датрибы сработало. Стражницы бессильны даже при угрозе жизни людей. Пусти их через портал. Зачем они мост разъедают? Зачем они мост уничтожают? Мне больше другое интересно. Как это растение может... Хотя нет, растение в целом точно так же может переваривать. Просто нужно кислотность поднять у него внутри. Это волшебное растение. Да, да, да. Это magic. Может, я понравлюсь парням постарше? А Корнелле всё. Она, короче, по Калибу угорает. Сейчас некоторые из наших подписчиц скажут, что у меня появилась угроза. Мне кажется, это уже очевидно. Что тебе нравится Калибр. Что Корнелле и нравится Калибр. Минутку. Он вернулся. Это... Планк. Фу. Пожиратель! Большая! Ты что, собрал всю дрянь, которая скапливается между пальцами ног? Новость! Ой, я теперь наконец понял, как воняет Калибр. Вот так. Фу. Нять! Бланка! Не купать! Ладно, хорошо, пока не купаем. Что ты там на рыбе? Обычная бланковская хитрость. Он не хочет мыться, вот и дурит вам голову. А-а-а! 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 Вот это да! Бланк знать! Что это? Большая жралка! Надо что-то делать! Например? Вот невезение! Несколько часов назад силы были при нас, и мы запросто могли... И отмыть крупного проглота. А теперь, когда они действительно понадобились... А-а-а! И обычные люди способны на многое в экстремальный момент. Обычные люди? Обычные? Калеб, ты что ли? Обычные? За плоскую стену в кирпичах ты пробовала по ней карабкаться? Нет, это нереально. Да конечно нет, обычные люди. Если подрубить под корень, может они погибнут. Киньте мне лопату! Ну это очень тяжело держаться за это себе. Представь, как она его сбила, просто он упал. Ну он держится одной рукой, трэш. И они поднялись! Каль, впередись! Каль, впередись! Да даже если они его победят. Ладно, он же мост разрушил уже, все. Мост они как починят. Блин, а машинист не выйдет гигантскую хрень? Может он сам остановится, блин? Ну он сидит, читает. Читает? Он машинист. А чем заниматься? Представляешь, в Адлер ехать, допустим, сколько... Ну смотри, ты сидишь и шесть дней просто едешь. А там нету прикола, что тебе нужно повернуть или еще что-то. Просто едешь. Сидишь, такой читаешь. Или разговариваешь со вторым пилотом. Могу я вам помочь? Я... Я украла эту драгоценность из вашей витрины. О, это не драгоценность. Так, ничтожная бездевушка. Не знаю, что на меня нашло. Я не такая. Возьмите, она ваша. Ты можешь оставить ее себе. А-а, меня пугает эта штука. А, она типа сменила хозяина, все. Она отдала ему, теперь он хозяин. И получается, поэтому силы у него вернулись. Дайте мне время. Это у вас школьные альбомы? Да, кажется. Вообще-то я довольно рассеянный. Поэтому, честно говоря, мне нужна помощь. Дед, как вот ты на это смотришь, а? Ну вот, отрицательно. Я 13-летняя девочка. Я роюсь в книжном магазине. Ко мне подходит высокий блондин. Ну так, вообще мне нужна помощь. Вы не хотите подработать? Правда? Прошу вас не смеяться. Серьез двумя руками. Так я выглядела в прошлом году. Блин, это же ужасно. Ну он реально выглядит, как любитель. Наши силы к нам вернулись. Земля! На поезд. Растение на 95% состоит из воды. Вода! Нарисовка просто какая-то зашкварт просто очень крутая стала. Ты замечаешь? Мне очень нравится. Они с 11-й серии прям стараться начали. Или мы просто привыкли, что в филерах... Ну вспоминай серию, когда там... С этот... Не-не, очень круто. Не, реально все происходит. Огонь, огонь. Они, кажется, и на 11-й втянулись. Такие, о, слушай, так мы классный на самом деле мультик рисуем. Да-да, вообще классно. Давайте поднакидаем еще эффект. Ну согласитесь, поменялось что-то. Рельсы! Сможешь починить? Еще бы немного... А это мы! Ну, она нагрела же ленту, это реально так. В целом можно, в целом можно, в целом можно. Тяжело. Ну, она постаралась. Ну, она стражница. Она стражница, она молодец. То есть ее вообще огонь не обжигает? Парами его. Вообще никак? Нет, она же сама огонь. Это как Хюрам Султан такая, говорит, я огонь. Все, пожалуйста. Ваша сестра, принцесса. Почему он не разозлился на то, что он упустил его сестру? Я думал, там будет реально скандал. Да, типа, Седрик, ты вообще больной, что ты ее сразу не привел. Они, видимо, хотели, чтобы она последовала этой звезде и пришла в Мадагаскар, Мелидиан. Все-таки приятно быть нормальными. Нормальными? Да. Теперь мы будем больше ценить свою силу. Ах, раз ваша сила вернулась, значит, с помощью звезды Трибы Фобос нашел бегленку. Ах, раз ваша сила вернулась. Да ладно, он свою работу делает, он разбавляет. Молодец, все, Бланк молодец. Он полноценный персонаж этого шоу. Добрый день. Вы Рик, правильно? Да. Да. Точнее, Седрик. Седрик? Ага, так мне больше нравится. Предложение подработать у вас в магазине. Еще в силе? Что происходит? Это что, молния? Что произошло? Он как-то через портрет ее заколдовал. И что случилось? Она молниями киданула? Я не знаю, мне кажется, она просто гулюны словила, типа, как будто старые воспоминания разблокировались. Хотя, откуда им разблокироваться? Ее забрали, когда она еще в свертке. Да нет, мне кажется, она пока еще ничего не осознала. Осознала? Осознала. Интересная серия, интересная. Все, конец. А, все, закончилось? Да. Ну, слушай, сюжет двигается активно. Ну, сейчас прям интересно стало. Сейчас интересно. Сейчас прям интересно. И рисовку подняли, и сюжет подняли, все подняли. Кринжа, конечно, в два раза. И бланк помыли. И бланк помыли, да. Что, собственно, очень важно. Теперь я знаю, как бланк пахнет. Фу, блин, какая гадость. Да, он по-разному пахнет, в зависимости от мусора. Так, ладно, все, мы посмотрели. Посмотрим дальше. Будем посмотреть 12-ую серию, потому что сейчас вообще ничего мне недостаточно для того, чтобы сделать какой-то вердикт. Пока что мы, наверное, на пути, нам весело. Все, пока.